Переговоры предназначены для того, чтобы установить единое понимание между человеком и двумя людьми по конкретному вопросу. Прежде чем заключать сделку надо провести переговоры, чтобы потом не было что. Прежде устанавливается единое понимание, единое отношение к обсуждаемому вопросу. Мы должны одинаково понимать, как обстоит дело. Прежде чем говорить о сделке. В противном случае у вас будут что-то перекосяк. Входят в бизнес или в какую-то другую деятельность. Они задумываются о том, если существуют переговоры, значит есть люди, которые учат переговоры или умеют проводить. Начинается какое-то исследование в интернете. Сейчас чаще всего. Почему? Книжки сейчас не особо актуальны, потому что все можно встречать в интернете. И вот давайте мы с вами посмотрим фундаментально, что же существует в сегодняшнем день в мире по переговорам. И вы знаете, что фундаментально в мире существует 4 школы переговоров. По этому поводу подробно мы проводили прошлый семинар по Тору. Начинался Тор со школ переговоров. Мы обосновывали необходимость существования технологии Тор. И мы помним, что есть американская, то есть гарвардская школа переговоров. Есть школа переговоров японская. Есть европейская и есть кремлевская, то есть советская школа переговоров. Кремлевская так называемая. Помните, да? Кто смотрел отрывки видео в интернете об этом? Один? Никто больше? Два. Очень рекомендую, так сказать, вместо отрывок весь полностью трехдневный семинар, где подробно разбирается каждая школа переговоров. Я остановлюсь сейчас на каждой школе. Начнем с европейской. Легалии, звания, бумаги, титулы, образование. Короче, у кого больше бумаги, у кого больше титулов, тот и прав на переговорах. И это самая необъективная школа переговоров, которая существует, потому что на территории бывшего Советского Союза она не работает. То есть документы у нас могут изготовить какие угодно. Это все фигня полная. Вы должны это понимать. То есть если вы оцениваете человека по бумажкам, которые он вам предъявляет, это что? Приведет вас к краху. Давайте представим себе такую замечательнейшую вещицу, которая называется диплом о высшем образовании. Все люди, но я давно и давно знаю, что это провокация. Что это провокация? Все четко представляют. Давайте я вам приведу пример, чтобы вам было четко понятно. Я расстреляю всю приемную комиссию, если они выдадут диплом человеку, который не соответствует категории экономистов. Сколько людей в этот год получит диплом? Сколько? Никто. Абсолютно верно. Нахрена надо. Все не соответствуют сразу. Да, почему? Голова дороже. Зачем мне это надо? Он меня подведет. Обязательно. Он меня подведет. Зачем мне это надо? Никто не получит. Отсюда вывод, что никто не соответствует категории экономистов. Мой друг когда-то говорил, что получается очень неприятная вещь, установленная государством. И это что? Провокация. Потом серьезная провокация. Он спрашивал людей, кто выше по статусу владелец бизнеса или генеральным генеральным. И все отвечали, что выше по статусу владелец бизнеса. Тогда он говорит, я ни хрена не понимаю. Чтобы стать владелец бизнеса нужно 170 гривен. А чтобы стать генеральным директором нужно иметь высшее образование. И 5 лет учить. То есть кто кого разводит непонятно. То есть получается так. Кто не соответствует званию и коллегам. И чтобы не соответствовать нужно заплатить денег и учиться в долгие годы. Вот обратите внимание на очень интересный момент. Что образование это то что вы знаете и умеете. А не то что вы где вы учились. И какая бумага у вас есть. Всю мою жизнь у меня не один человек, кто попросил диплом. За исключением определенных товарищей, которым зачем-то понадобился мой диплом. Понимаете. Меня всегда спрашивали, что я умею делать. И кто не спрашивал, какое у меня образование. А когда я говорил, что умею, это мне не верили. И говорили, покажи. Я показывал. Получал результат. Они говорили, теперь верим. Давай. Иди, сделай пожалуйста для нас вот это. Понимаете. То есть европейская школа переговоров, она по сути своей что? Не объективна. И такой школой переговоров ничего добиться что? По сути нельзя. Она ищет как бы подтверждение. Людям, которые якобы до этого это установили. Так называемый повторный отчет. Что такое повторный отчет? Вторичные данные. Информация кем-то собранная до вас. Так называемая. Которую вы могли бы использовать, но она уже имеет что? Временной интервал. То есть если адвокат получил 20 лет назад свидетельство об адвокатской практике и 20 лет не занимался адвокатской практикой, его вряд ли можно назвать адвокатом. Вы же понимаете, да? Ну таких людей что? У нас половина. Почему? Ну дело в том, что адвокатское удостоверение создает иллюзию безопасности. Ну иллюзию безопасности. То есть адвоката намного сложнее привлечь к уголовной ответственности, чем обыкновенного человека. Тоже можно, но сложно. Не просто дождаться. И вот отсюда как бы проистекает очень интересный момент, что объективности вы не дождетесь документально. И ссылаться на какие-то регалии, звания и так далее. Можно только как дополнительный элемент переговоров. Ну никак не ставить это в пик в углу, как ставить европейская школа.